В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике. Всего на это испытание зарегистрировались порядка 32 тысяч человек. Абитуриентам запрещено проносить с собой мобильный телефон и другие гаджеты. Нарушители покидают аудиторию и не смогут пройти тест в этом году. В первый день удаленных не было. В стране на сегодня объявлен максимальный красный уровень опасности из-за жары. Местами по стране воздух прогреется до плюс 37 градусов. Чтобы избежать теплового удара, медики советуют носить легкую одежду из натуральных тканей, больше пить жидкости и избегать физических нагрузок под открытым солнцем. В Минске открылась 10-я международная выставка Миликс. Этот форум по своим масштабам считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Здесь представлены сотни образцов новейших видов вооружений, военные и специальные техники. Экспозиция продолжит свою работу до 26 июня. В Беларуси изменилась цена на автомобильное топливо. Сумма выросла традиционно на одну копейку. 92-й, как и дизель, стоит рубль 88. 95-й рубль 98. 98-й обойдется в 2 рубля 20 копеек. В субботу в Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. На вопросы жителей с 9 до 12 ответят управляющие делами Бобруйского госполкома, глава администрации Ленинского района и заместитель главы администрации 1-го майского района. Номера телефонов на сайте госполкома.